Выездное заседание регионального правительства в этот раз прошло в Савинском районе. Территория относится к группе промышленно-сельскохозяйственных. Вот и посмотрели чиновники до начала заседания швейную фабрику и ферму. Общество с ограниченной ответственностью «Савинские одеяла» работает с лета прошлого года. Шьют здесь одеяло, покрывало на матрасники и подушки. Со сбытом продукции проблем нет. Наоборот, не всегда успевают удовлетворить аппетиты заказчиков. Здесь сегодня 70 человек работающих, средняя зарплата 16 тысяч рублей. Она, конечно, пониже Ивановской среднеобластной, но существенно выше, чем в Савинском районе. Совхоз Панинский специализируется на производстве молока, мяса и зерна. За один день местные коровы дают до 7 тонн надоя. Председатель Татьяна Макарова в прошлом году взяла кредит на 7 миллионов рублей и построила новый коровник. А потом на 3,5 миллиона рублей отремонтировала старый комплекс. Теперь вернуть долг помогает регион. Я могу расплатиться с этим кредитом, но поскольку мне государство помогает, и наша Ивановская область помогает, то есть у нас кредиты дотационные, то есть мы получаем дотацию на ставку процентного банка, и поэтому я на сегодняшний день денежки изымаю совершенно на другие цели. Но могла бы я эти кредиты погасить? Председатель сетует, работа у нее не женская. В отпуске вот уже 20 лет не была. Сотрудников на ферме не хватает, несмотря на то, что в хозяйстве трудится 70 человек. Хотя работу ничто не тормозит. В совхозе мораторий на алкоголь. Всю жизнь проработав здесь столько лет, у меня колоссальная борьба с пьянством. Единственное, кого я обижаю, это только людей пьющих. И то я обижаю их только во благо. Кодирую я их. Кодирую, у меня 60 человек закодированных. То есть нет шансов на пьянство. За свои деньги? Да, да. Кодирую я их за счет совхоза. Вот такие женщины в Ивановских селениях. И коров сотнями разводят, и мужчин местных к здоровому образу жизни приучают, чтобы крепче молока ничего не пили. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.